10 фишек стоят на столе по кругу. Сверху фишки красные, снизу синие. Разрешены две операции. Перевернуть 4 фишки, стоящие подряд, и перевернуть 4 фишки, расположенные так. Через одну и две. Удастся ли, используя несколько раз разрешенные операции, перевернуть все фишки синей стороной вверх? Так, слушайте, во-первых, никаких синих у нас не будет, у нас будут плюсы и минусы, ладно? А во-вторых, я ничего не понял. Значит, можно я просто проставлю вам любую последовательность плюсов и минусов? По кругу. По кругу, хорошо. И вы мне скажете, что можно делать, а что нет. Там они все стоят сначала минусами. Хорошо, пусть они сначала стоят минусами, но потом они какие-то станут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот пусть, например, так, что можно делать? Можно менять четыре подряд. Четыре подряд, да. И две, и через одну две. То есть две эти и две вот эти. Одновременно. Одновременно. Так, хорошо, понял. А вначале вы говорите, что они у вас все минусы. Да, давайте сделаем, чтобы они у нас были все минусами. Хорошо, ответ какой? Можно или нельзя? Нет. Значит, будет инвариант. Ребята, в таких задачах, и это в той самой статье про графы, помните, я говорил про задачу Акулича, про черные и белые точки, это достаточно доказано. Либо можно поменять любую ситуацию, либо же есть инвариант. Что такое инвариант? Это несколько позиций, обладающих тем свойством, что любая операция затрагивает только четное количество позиций. И что же это за позиции? Так, мы выберем через одну пять фишек. Да. Вот при каждой такой операции у нас переворачиваются только две фишки из этих пяти. И все. Четное число. Да, четное число. Вот четное число таких фишек, и, соответственно, и таких тоже будет четное число. Да. Ну и значит не может получиться, не можем перевернуть пять тут, пять этих и пять этих. То есть мы можем перевернуть только четыре из этих пяти фишек. Понятно. То есть если вы посмотрите на первую, третью, пятую, седьмую и девятую фишки, то вы получаете знаменитую задачу про пять стаканов. Знаете, да? Имеется пять стаканов, они все стоят, скажем, дном вверх. За один раз можно повернуть два стакана. Можно ли сделать, чтобы все стаканы встали нормально дном вниз? Ответ нельзя, потому что каждый раз переворачиваем четное число. Помните? Да. То есть эта задача такая вот наворот на дух. Фотография. Фотография.